Шалом всем вам из Индонезии! Как вы поживаете, возлюбленные во Христе? Уверен, что вы все находитесь под мощным Божиим благословением. Может, кто-то из вас сейчас исполнен радостью, а кто-то проходит в жизни испытания. Я призываю вас ни о чем не тревожиться, но продолжать уповать на одного лишь Господа Иисуса. Мы уверены, что хвала и поклонение, а также Слово Божие, которое вы услышите в ближайшие полчаса, принесут нам всем благословение и огромный мир. А теперь, возлюбленные, давайте радостно воспоем нашему Господу песни хвалы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Это второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Здесь сказано, что ради вас и меня. Бог, который богат, был готов принести себя в жертву, был готов обнищать, чтобы мы обогатились его нищетой. Кто такой Иисус Христос? Это Бог. Иисус Христос, который стал человеком. Он богат. Все принадлежит ему. Библия говорит, что всякая власть, всякое богатство, включая золото и серебро, мудрость, силу, уважение, славу и хвалу, принадлежит Богу, Иисус Христос, Бог, который был готов пойти на жертву, стать бедным человеком. Бог говорит, что верующий, который лишь теплый, хоть и обладает богатством, на самом деле несчастен, беспомощен, беден, слеп, инак. Кроме того, есть люди, которые не верят. Состояние грешника сравнивается с человеком, больным проказой. Прокаженный должен был одеваться в лохмоте и носить длинные волосы. Если кто-то приближался к нему, он должен был прикрыть свое лицо и закричать, «Нечистый! Нечистый!» Он должен был жить на свалке. Человек, который грешит по сути, отчаявшийся, беспомощный, бедный, слепой и голый. Мы видим, насколько добр Бог. Богатый Бог был готов пожертвовать всем, чтобы стать бедным человеком, дабы бедные люди могли обогатиться вечности с Ним. Это означает, что каждый из нас, верующий в Бога, получит спасение и будет вечно жить с Богом. А что, Господу Иисусу пришлось пережить, чтобы спасти нас? Библия говорит, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Возмездие за грех – смерть. Вечная смерть навеки и веки. Мучение в аду – смерть. Но Господь Иисус, в Котором не было греха, сделался грехом за нас, чтобы каждый, кто поверит в Него, оправдался в Нем. Это означает, что Иисус должен был умереть вместо нас. Мы должны были умереть. Но вместо нас умер Иисус. Иисус был готов принести себя в жертву ради всех нас. Иисус пережил крайне негуманную смерть. Иисуса избили. На Его голову надели терновый венец. Его руки и ноги были прибиты гвоздями ко кресту. Иисус умирал в крови. Почему Иисус должен был умереть таким образом? Почему Он не выбрал более легкий путь? Отрубили голову. Вот и все. Зачем было истекать с кровью? Библия говорит, что без пролития крови нет прощения грехов. Чтобы простить грехи. Ваши и мои грехи. Иисусу нужно было умереть именно так. И кроме того, что еще Библия говорит о том, как должен был умереть Иисус? Иисус, первое, Он должен был понести на себе наши болезни и наказания. Второе, Он должен был понести наши страдания. И третье, Его ранами мы исцелились. Это вечное исцеление и оправдание. Вечное восстановление Иисуса. Вечное восстановление Иисуса. Вечное восстановление Иисуса. Иисус сказал, «Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Вор, дьявол приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус пришел, чтобы мы с вами имели жизнь вечную и имели избыток во всем. Я верю, что пандемия, COVID-19 – это сатанинская атака на нас, которую допустил сам Бог. Многие люди ощущают страх, смятение, тревогу, депрессию. Многие сталкиваются с домашним насилием. Мы уже практически видим экономическую рецессию. Бог говорит, «Я пришел, чтобы вы имели не просто жизнь, но жизнь с избытком. избыток в радости, избыток в мире, избыток в покое, избыток в здоровье, избыток в материальных вещах». Если вы верите, скажите на это громкое «Аминь». Давайте будем провозглашать с вами сейчас в своей жизни этот избыток. Избыток в здоровье, избыток в хороших взаимоотношениях, в семье, избыток в деньгах, избыток в мире Божьем на всех нас. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу помолиться за вас. Кто из вас сегодня нуждается в Божьем чуде? Кто из вас нуждается в исцелении, в каких-то аспектах своей жизни? Поднимите руки. Давайте мы споем вместе эту песню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «О Иисус, ты видишь поднятые руки? Они нуждаются в Твоей помощи, Боже, они больны. Боже, им нужно Твое чудо. И прямо сейчас они нуждаются. Твой слуга поднимает руки, чтобы они исцелились своими Иисусом. Иисусом исцелились во имя Иисуса. Чудеса будут происходить в вашей жизни. Вы восстановлены во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детей тех, кто поднимает сегодня свои руки перед Тобою. Боже, спасибо Тебе! Мы ожидаем Твоих чудес! Спасибо Тебе во имя Иисуса! Мы вместе смотрели передачу «Время исцеления» на протяжении последних 30 минут. Мы надеемся, что, посмотрев эту передачу, каждый из вас получил благословение, которое принесет позитивные перемены в вашу жизнь. Я, Билли, спасибо вам большое. Пусть Господь Иисус благословит всех вас в избытке. Пусть Господь Иисуса Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok